здравствуйте друзья здесь демитков юрий недавно я рассказывал о нотах которые используются это структурный такой продукт очень интересный и там одна из нот была с режимом gear at put и я обещал в отдельном видео рассказать что такое gear at put это очень интересное понятие очень трудное для понимания вот но я постарался сделать более наглядным его это очень очень круто на самом деле gear at put пользуется очень часто в международных финансовых инструментах просто для того чтобы знать итак смотрите для того чтобы понять это я нарисовал такую диаграмму и так смотрите что такое нота нота это когда выбирается несколько активов и следиться за этими активами в прошлом видео я очень очень наглядно и мне кажется максимально доступно объяснил как все происходит там несколько активов и актив это ну как бы основное это вот минимальный минимальное значение из всех активов которые выбраны базовых а1 а2 а3 а4 там до 6 активов обычно бывает в момент старта принимается за 100 процентов все активы и дальше следится вот за минимальное сказать минимальное минимальным активом то есть какой актив просел на максимальное число вот и здесь здесь активы вот он движется например куда-то если да и есть порог отзыва и есть вот эти вот вертикальные палочки это периоды наблюдений они каждый квартал происходят и соответственно здесь я не стал все их рисовать дело в том что ну значит здесь за один год например да там обычно 323 года 1 квартал это получается либо 12 таких палочек либо это сама больше смотрите есть порог отзыва как правило в начале порог отзыва это сто процентов то есть если все акции вот на момент первого же наблюдения выросли то соответственно но то тут же закрывается и возвращаются все деньги плюс выплату купонного дохода за квартал то есть одна четверть от купонного дохода обещанного здесь все понятно теперь дальше если акции вот минимальный актив минимальный актив он снизился но есть порог отзыва на порог отзыва каждый период наблюдения он снижается на там как правило на 2 процента бывает на 3 процента порог отзыва соответственно значит вот пока пока минимальный актив находится между купонным барьером и порогом отзыва мы получаем купоны причем если какой-то минимальный актив упал ниже чем купонный барьер мы не получаем очередной купон но если он вернулся сюда то мы получаем вот вот здесь вот он например да здесь мы не получаем купон но если он вернулся сюда то здесь мы получаем купонный доход и за этот период и за этот период то есть эффект памяти здесь все понятно теперь смотрите вот как то вот наш актив шел 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 там гулял гулял как то вот здесь вот Он всегда был ниже порога отзыва, и мы дошли до того, что в конце концов до закрытия, до даты экспирации актива, он положено 3 года, значит за 3 года он не закрылся по автоколу, то есть ни разу не превысил порог отзыва. Что происходит тогда? Когда-то мы получали купонные доходы, когда-то не получали, но вот он последний момент. Что происходит в последний момент? В последний момент, если мы находимся вот в этой зоне, вот раз выше, чем порог отзыва, ну выше, чем купонный барьер, то мы получаем в связи с эффектом памяти вообще все купоны и вообще все свои деньги. То есть все мы в шоколаде. Но если на момент закрытия есть еще защитный барьер, который вот здесь вот, пока мы не дошли до конца, он не играет никакой роли, но когда мы дошли до конца, вступает в роль в защитный барьер. То есть если, смотрите, если мы в конце пришли ноты выше, чем защитный барьер, то мы получаем 100% от вложенных средств, ну и плюс те активы пока мы не снизились ниже купонного барьера последний раз. То есть это понятно. Здесь мы не знаем, какая предыстория, но вот здесь вот мы получаем 100% от вложенного актива. То есть вот она 100% от начальной стоимости. Мы 10 тысяч вложили долларов и мы здесь же получили 10 тысяч долларов. Хотя акции упали, вот самая минимальная акция вот здесь находится. Самое интересное, что происходит, когда акция находится ниже, чем защитный барьер. Тогда мы получаем, что мы получаем не свои деньги, 10 тысяч долларов, а мы получаем 10 тысяч долларов в виде акций по первоначальной стоимости. По первоначальной стоимости. А акции сейчас стоят, например, вот здесь, они ниже защитного барьера. Это самый худший актив, да, самый худший актив. Ниже защитного барьера. И тогда получается, что мы получаем вот такую сумму. Вот здесь вот 100%, здесь, ну, скажем, 75%, здесь, ну, предположим, 60%. А мы получаем 50% от того, что вложили. Это крайне неприятная история. Вот, ну, значит, надо смотреть на активы. Это обычная нота. А что такое нота gear at put? Нота gear at put означает, что мы получаем вот здесь вот акции не за 100% от начальной стоимости, а мы получаем свои 10 тысяч долларов в виде акций, но акции покупаются по вот этой цене, по цене защитного барьера. Понимаете? И вот мы их получаем, мы их можем продать тут же, вот по той цене, по которой есть. Как посчитать, сколько же у нас получится? То есть вот здесь вот, если выше, то 100%. Если чуть ниже, то уже, значит, считается как? Мы получаем вот по этой цене, и у нас уже потеря вот такая. Смотрите, какая потеря. Вот это вот 100%, видите, да, это 100%. Значит, если мы попали вот сюда, вот в эту линию, мы проводим по горизонтали сюда, вот до этой линии, и по вертикали вот сюда мы получаем, ну, где-то вот 90% от вложенных средств. Понимаете? То есть акция упала, ну, предположим, здесь вот защитный барьер, если 60%, то акция упала до, ну, там, я не знаю, сколько, это сказать, не суть важно, там, 58% от первоначальной стоимости или 54%, ну, вот, как бы, вот показатель, да, сюда, сюда мы получаем, соответственно, сколько, 58%, вот текущая цена, делим на защитный барьер 60%, и получаем вот такой процент от стоимости акций. Это Gerrit Put, понимаете? Но если компания одна, так сказать, из компании объявлена банкротом, то, скорее всего, ее цена будет ноль, и, соответственно, Gerrit Put нас не спасет, если одна из компаний обанкротилась, это, как бы, вот, надо понимать. Вот, ну, компании, как правило, там, из индекса S&P 500 достаточно крупные, вряд ли они обанкротятся, но вот это вот падение возможно. То есть, смотрите, если вот мы сюда упали, то при обычном ситуации, например, здесь 40% от первоначальной цены, то есть на 60% акции рухнули от первоначальной цены за 3 года. Вот, а мы получаем в районе 75%. Поэтому Gerrit Put очень хорошая штука. Ну, и поэтому в той ноте, которая была Gerrit Put, по сравнению с обычной, обычная нота давала 17% годовых, но нет Gerrit Put. Gerrit Put есть 10% годовых. Ничего бесплатно не дается. Ну, я надеюсь, что я как-то более-менее объяснил, что такое Gerrit Put. Вот, и, ну, двумя словами, это очень круто. Вот, в основном это касается, конечно же, квалифицированных инвесторов, но я думаю, что брокеры сейчас будут очень сильно работать над тем, чтобы вот эти вот продукты типа нот были доступны и для неквалифицированных инвесторов, поэтому, ну, это просто полезно знать. Я занимаюсь, ну, как бы ликбезом вашим на фондовом рынке. Я рассказываю вам про очень интересные инструменты на фондовом рынке. Это очень сложные инструменты, поэтому оставайтесь на моем канале. Вот, если вы хотите начать самостоятельно как-то торговать, то я вам очень рекомендую приобрести курс «Биржа для чайников», потому что вот там вы сможете, будучи полным-полным чайником, начать уже откроете брокерский счет наверняка и уже будете самостоятельно что-то делать и все прекрасно понимать. А на сегодня все. Поставьте, пожалуйста, лайк. С вами был Демитков Юрий. До встречи.